Ты снимаешь, что ли? Ты снимаешь, что ли? Это Дима. Здорово! Да, он у нас, короче, появится на канале. Да. Скоро появлюсь, ждите. Всем привет, друзья, с вами Андрей Хориев, канал Футбол. Это жизнь. Сегодня 20 декабря, и сегодня день рождения у Димы. Дима иногда у нас появлялся на канале, сейчас будут тут моменты из роликов. О-о-о-о, Дима, да, сразу же. Я. Я. Дима. Самая скоплень... Защитник. Ебашно! Сердоразмон! И по этому поводу я решил сделать ролик в рубрике «Футболисты через 5 лет», и мы узнаем, каких успехов добьется Дима, если был бы профессиональным футболистом через 5 лет. Приятного просмотра. Закончился первый сезон за Диму. Его лондонский арсенал стал шестым в этом сезоне, но чемпионом стал Тоттенхэм. Суперкубок Англии выиграл Челси, обыграв по пеналити лондонский арсенал со счетом 4-3. Кубок Англии выиграл Манчестеринайт, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл Бёрнли, обыграв в финале Уэстхэм со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграл Атлетико Мадрид, обыграв в финале Мадридский Реал со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Ливерпуль, обыграв в финале лондонский арсенал Димы со счетом 2-1. Итак, закончился второй сезон Чемпионом стал Тоттенхэм А Арсенал аж на 12 строчке За целый сезон только 12 побед И, ну, не так мы и плохо сыграли Просто посмотрите, Вестхэм тоже такая хорошая команда Она закончила вообще на 13 строчке Просто есть такие команды, например, как Бернли мы видим на 7 строчке Мы видим Хадесфилд, который выше нас Ну, просто сезон какой-то новых открытий для Димы и для всех нас Кубок Англии выиграл Водфорд, обыграв в финале Тоттенхэм по пенальти со счетом 4-3 Кубок Лиги Англии выиграл Брайтон, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 1-0 Суперкубок Европы выиграл Атлетико Мадрид, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 2-0 Лигу Чемпиона выиграл Мадридский Реал, обыграв в финале Баварио со счетом 1-0 Лигу Европы выиграл Байер, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 2-0 Итак, закончился третий сезон за Диму и за Лондонский Арсенал Закончился он даже хуже, чем в первый сезон Здесь мы заняли седьмую строчку Но по ходу сезона мы были очень даже хороши, даже занимали третью строчку Там расставание было до второй, где-то в 6 очков Но все равно Тоттенхэм снова становится чемпионом уже третий год подряд Итак, Кубок Англии выиграл Манчестер Найтед, обыграв в финале Чес с счетом 4-3 по пенальти Но Арсенал дошел до 1-2 Кубка Англии Кубок Лиги Англии это первое такое серьезное достижение для Димы Он его выиграл, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 2-1 Суперкубок Европы выиграл Мадридский Реал, обыграв в финале по пенальти Ливерпульский Байер со счетом 5-4 Лигу чемпионов выиграл снова Мадридский Реал, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 1-0 Лигу Европы выиграл Манчестер Найтед, обыграв в финале Лондонская Чес с счетом 2-1 На чемпионат Европы сборная России не поехала, заняв четвертую строчку в отборочных матчах Итак, закончился четвертый сезон за Диму Лондонский Арсенал стал на десятой строчке Чемпионом стал Челси Кубок Англии выиграл Лестер Сити, обыграв в финале Челси со счетом 2-1 Кубок Лиги Англии выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Уэстхэм со счетом 3-0 А Лондонский Арсенал вылетел в 1-8 от Портмунта 1-0 Суперкубок Европы выиграл Манчестер Найтед, обыграв 3-2 Мадридский Реал Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв в финале Реал со счетом 2-1 Лигу Европы выиграл Милан, обыграв в финале Лион со счетом 1-0 Лондонский Арсенал вылетел в 1-8 Лиге Европы от Милан Итак, закончился последний пятый сезон за Диму. Его лондонский арсенал снова на 10-й строчке. Чемпионом стал Манчестер Сити. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 3-2. Кубок Лиги Англии выиграл Хаддерсфилд, обыграв Вотфорд по пенальти с счетом 4-3. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв в финале Милан с счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграла Монако, обыграв в финале Барселону со счетом 2-0. Лигу Европы выиграл Ларсу, обыграв в финале Порто со счетом 3-0. На чемпионат мира сборная России не квалифицировалась и не хватило всего лишь одного очка, чтобы добраться до второй строчки. До первой строчки всего лишь два очка. Субтитры создавал DimaTorzok